Привет, привет, друзья, подписчики и привет всем, кто смотрит мое видео. Решил сделать это видео после того, как мне вынуждено пришлось разобрать вентилятор печки в марте месяц. Но из-за многих причин до этого дня я не смог сделать это видео. Сейчас вы узнаете, почему и какой связь это имеет с аккумуляторной батарейкой. И с ее зарядом. Вообще-то тема, почему автомобильный аккумулятор не держит заряд, быстро разряжается. Становится актуальным, когда погода становится прохладнее. В интернете можно найти пять основных причин, почему аккумулятор не держит заряд. И сейчас я перечислю их. Но после моего опыта придется добавить еще шестую причину. И вам, конечно, это будет интересным. Итак, перечислим пять основных причин, почему аккумулятор плохо заряжается, быстро разряжается и не держит заряд. Первое, короткое замыкание в одной или нескольких банках одновременно. Второе, низкий уровень электролита. Третье, некорректная работа генератора. Четвертое, утечка тока в сети автомобиля. Пятое, состояние аккумулятора. То есть, процент его изношенности. Пока я скажу, что еще может основным причиной неполноценной зарядки и быстрой разрядки аккумулятора, расскажу про одну неполадку, которая случилась с моей машиной. Один прекрасный день, я заметил, что в салоне машины слышно какой-то странный звук. Как будто маленькая лягушонка вселится в салоне. Меня беспокоил или слышно скребет царапающий звук. Постепенно, всегда обращая на это внимание, пришел к выводу, что этот звук всегда появляется, когда печка у меня была включена. И выходила она с пассажирской стороны, из-под торпеды. Ну ладно, подумал я, придется снять вентилятор, так как подшипник внутри нее скребет, и придется смазать, так как я ее никогда не чистили. А машина 2009 года выпуска, и, наверное, ржавчины и пыль внутри нее накопился. Наконец-то нашел для этого свободное время. Снял, и что вы думаете? Прокрутил вентилятор рукой, и оно леле-еле с трудом, туго крутился. Ну и что, скажут многие. Смазать, почистить ее, и все, скажут так. Да, все правильно, так я и сделан. Но обратим внимание на такую вещь. Если вентилятор с руками трудом крутится, значит, когда у меня печка включена, с аккумуляторной батарейкой для ее прокрутки тратится слишком много энергии. И потом я догадался, почему часто у меня утром, когда заводил машину, двигатель с трудом запускался. Вот-вот, каждое утро не хватало энергии, и всегда боялся, не понадобится ли прикурить с перемичкой. Ходил зимой по мастерам, проверили аккумулятор, и сказали, они все в порядке. Генератор тоже проверили, и все было в порядке. Сняв вентилятор печки и прокрутив ее рукой, теперь мне все было ясно. Дело было в том, что все, конечно, мы зимой включаем печку. Из-за того, что вентилятор был сержавлен, сасорен, крутился трудом и употреблял много энергии от аккумулятора. Конечно, аккумулятор при СД заряжается через генератор, но расход энергии был слишком велик, а аккумулятор не успевал полноценно заряжаться. Так что, после снятия почистили ми-эйо, простукали молотком и смазали. Вентилятор стал хорошо и легко крутиться. Установили ми-эйо на своем месте, и больше не было слишком лягущих звуков. И самое главное, после этого двигатель всегда заводился бодро, и больше никакой проблемы у меня не было по утрам. Так что имейте этот случай на виду. Нужно или не нужно, если вы давно не чистили вентилятор печки, все-таки почистите ее. Я думаю, теперь всем понятно, какая шестая причина может быть, если у вас аккумулятор плохо заряжается и быстро разряжается. Ну и в конце видео проспа. Если оно было чем-то полезным и интересно, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и комментируйте. Спасибо всем за внимание. Продолжение следует...